Я был вполне комсомольцем до определенного времени, и перелом наступил приблизительно в конце 40-х годов, начал наступать, потому что, например, мои родители были близки, и странно, что они не пострадали, к людям из ленинградского дела. Продолжением этого дела было как раз следующее, дело моего отца, потому что он был военным, он был преподавателем в военно-морском училище. На него был написан донос, совершенно замечательный, что он получил кандидатскую степень благодаря врагам народа. Короче говоря, все меня вело в эту сторону, и у меня было много друзей, и школьных, и других, у которых много чего было, и так сказать, это все созревало. Мы уже видели, что после смерти таракана уже начинается, так сказать, постепенный поворот чуть-чуть к правде, и это продолжалось. И, в общем, к 56-му году, к Никитиному докладу, я был уже к этому готов. Кажется, 14 марта нас собрали, наш курс, и парадоксально, что начальник отдела кадров, жуткий вообще тип, еще и после этого, известный всеми своими делами, ему поручили читать доклад Хрущева. Он нам читал об этих ужасах. Вот. Конечно, на меня это произвело сильное впечатление. И помню, что я уроки давал одному школьнику, сыну какого-то известного деятеля на Петроградской стороне, и запомнил я, как я ехал с Петроградской домой, а жил я около Невского на Мойке, и как раз автобус проезжал мимо этого самого места, и я взглянул на эту доску, которая, конечно, никогда не обращала внимания, и меня буквально пронзило это. У меня был такой эмоциональный взрыв, что я понял, что мне что-то надо сделать. И вот проезжая мимо этой доски, я решил, что мы должны сюда прийти и сбить. Их две. Они были, значит, на фронтонах биржи. На одной там была... Я помню хорошо, что был 17-й год, выступление в 17-м году, там перед каким-то там... Может быть, какое-то событие. Но совершенно неважно, содержание несущественное. Для меня это был именно кусок Сталина. И вот когда нам прочли, я остановил самых верных, причем я был тогда все еще, по-моему, 4-ми секретарем Комсомольского бюро в курсе. Они не были готовы к этому, и даже кое-кто, может быть, иначе относился, но поддержали все. Я был уверен, что это крепко прибито, и что будет очень трудно. Поэтому я взял гантели. Я думал, что нужно будет колотить, пока не отобьешь ее. Но, с другой стороны, попросил кого-то из них принести эту самую стамеску такую. И вот, значит, это в 2 часа ночи мы собрались, я помню, на набережной перед университетом, разошлись, и идем. Вот мы, значит, вдвоем, втроем идем один с этой стороны, другой с этой, и подходим к правой доске. Ну, значит, я сую эту саму штуку, дергаю, и буквально сразу отломывается, на чем на болтах, болты, конечно, остались, но доска ломается с аккуратненькими такими получетверть кружками, да, и падает себе вниз. Я от радости просто закричал, я помню, что я думал, что мы долго будем, мало ли что будет. И, значит, такая радость, гантели не нужны, а я взял чемоданчик такой спортивный, тогда ходили очень популярные были спортивные чемоданчики, и собирались идти там, ну что там, несколько метров ко второй доске, и вдруг свист, и я оглядываюсь со стороны этого самого моста строителей, спешит милицейский. Что он видел, что он, непонятно совершенно. Тем не менее, я схватил этот чемоданчик, в котором лежат две гантели, и тоже побежал, и, значит, я чувствую, что вот он, у него не было гантелей, он может меня догнать, я бросил чемодан, я говорю, ребята, я бросаю чемодан. Нас найти было элементарно, потому что, я даже об этом не подумал, в чемоданчике была вложена газетка, такая для того, чтобы соблюсти ее чистоту, на которой, к счастью, мы газеты получали не на дом, а на почтовое отделение. И там было просто написано почтовое отделение. 28, как сейчас помню, Д-28, и, по-моему, даже наш дом. Ну, в общем, это не проблема была. И, значит, ребята, у которых не было гантелей, они бежали быстрее меня и впереди, они оглянулись, и они заметили, что он схватил чемоданчик, у меня в руках осталась такая ручка, между прочим, я швырнул чемоданчик, а ручка оказалась. И вот, значит, схватил этот чемоданчик, и, по-видимому, он понял, что он нас не догонит, и мы убежали, пробежали по Менделеевской, и опять вышли к Неве, но видим, что никого нет, так несколько, и к нам подошел еще тот, который был, значит, нас было уже четверо. Ну, вот я говорю, ребята, все, до завтра, завтра встретимся, посмотрим, что будет молчок. На следующий день, когда я созванивался, уже не помню с кем, человек мне сказал, что уже он слышал об этом слухе, что вот сбита доска, все-таки это было через неделю, две или полторы после Хрущевского доклада, что все это было. Но потом выяснилось, что еще такие случаи были, ну, я о них, честно говоря, мало знаю. Вот. Но постепенно мы уже перестали из этого делать тайну, когда поняли, что никакой, никакого расследования нет, и как-то выяснялось, что это известно многим людям, и многие в основном радовались. Вот, собственно, такая история. На самом деле, это важно понять, что вот эта акция и все, что было в то время, она казалась еще даже в некотором смысле в рамках такого естественного развития не нашего, а всей страны. Ну, очень стало ясно, что скоро, что уже после осени венгерские события, да и потом эти постановления, которые сразу смазывали остроту Хрущевского доклада, стало ясно, что мы здесь разошлись совсем. Но вот этот момент, 1953-1956 год, это начало такой эволюции, которая состояла в том, что постепенно мы как бы рассматривали историю назад и думали, вот это уже плохо, это уже плохо, это, а это еще хорошо, нет, это тоже, и так далее. И так это докатывалось до самого основания. Так что к 1956 году было, не было сомнений, что Ленин это тоже чудовище уже. Между прочим, я поэтому всегда говорю, что мне очень не нравится слово шестидесятники, потому что и это оно прижилось, и даже люди, которых так называют, они не возражают. Либо это люди, которые действительно очнулись в 60-м, так это поздно. Это люди, которые там даже вступали в партию, чтобы ее изнутри исправить после всего. Так вот это не то. Вот мы пятидесятники, если бы это слово не было занято известной организацией печальной христианской, то нужно было бы так и назвать, потому что мы, вот я имею в виду некий круг, это для нас было по разным причинам, по разным поводам было раньше, и уж не о чем говорить, к 60-м годам и к 68-м мы уже были абсолютно, я был во всяком случае законченным антисоветчиком, абсолютно. и к 60-м, и к 60-м, и к 60-м. Продолжение следует...